Привет! Сегодня в рубрике классическое наследие мы поговорим с вами о варианте Глигорища в староиндийской защите и рассмотрим партию Глигорищ Тринга в 1966 год. Я специально взял партию человека, по имени которого назван вариант. Дело в том, что Светозар Глигорищ был не просто одним из сильнейших игроков Запада, это был шахматист, который регулярно играл черными староиндийскую защиту. То есть она была его основным дебютом и он отлично понимал ее плюсы и минусы и хотя в первых партиях ему не удавалось, то есть я посмотрел там в первых партиях, которые есть в базе, сыгранные Глигорищем, было достаточно много ничьих. Позднее он разработал очень серьезную концепцию варианта с ходом слон Е3 и в партии против Тринга, Тринга сыграл ЕД, ладья Е8, очень логичная линия, черные пытаются продавить пешку Е4. Сейчас, пользуясь тем, что ладья работает по линии Е и у белых подвисает слон Е3, черные планируют провести Д5. Сейчас основным ходом является ход слон Ф2. Относительно недавно, то есть где-то в последние... То есть не более чем 5 лет назад была сыграна партия Густавсом Крамник, то есть Крамник сыграл эту линию за черных, что говорит о ее надежности. Густавсон выбрал ход конь С2 и Владимир Борисович одержал очень красивую победу. Причем играл он достаточно быстро, то есть было видно, что он хорошо подготовлен. Вот этот вариант изучал. В практике Крамника Староиндийская защита встречается крайне редко. Но, тем не менее, против Густавсона, который играет именно вариант Глигорища, Крамник выбрал линию и подготовил очень неплохую идею. Так вот, Глигорищ сыграл Ферзь Д2 и после рокировки брать на С4 очень опасно, потому что белые серьезно опережают в развитии. То есть слон выходит на С4, начинает давить на Ф7. Ладья А выходит на Д1, а конь С3 идет на Е4 с тем, чтобы после размена вскрылась линия Ф. На эту тему была хорошая партия Савон Геллер. Я тоже хотел ее вклеить и посмотреть опасности, которые подстерегают черных. Но потом пришел к выводу, что все-таки разумнее изучать партию человека, по имени которого назван вариант. После хода конь С6, вот это одна из основных позиций. Как вы догадываетесь, следующий ролик уже будет не сходом слон Д7, как сыграл Трингов. Ну, теория тогда только развивалась. Следующий ролик вы увидите с партией Карпов-Каспаров, в которой последовала ладья бьет Е3. Такая позиционная жертва качества. Слон Ж7 работает очень мощно. Партия закончилась в ничью. Ну, надо сказать, что черные особых проблем не испытывали по ходу партии. От белых требовалась точная игра. То есть, на основании этого можно сделать вывод, что ход Ферз Д2 сильнейшим не является. Аниш Гири играл Ферз А5, ход одобряемый компьютерами, против гроссмейстера Попова. Не помню, Ивана или Валерия. И тоже выиграл черными партию. В партии Григори-Штрингов черные решили выиграть пешку. Пешку С5. Вообще, концепция белых понятна. Белые оккупировали блокадное поле Д4. Очень сильно заблокировали проходную, но изолированную пешку Д5. И планируют организовать наступление на ферзевом фланге, создать проходную по линии С, если это получится. Черные ходом Ферз Е7 отнимают у белых надежду на создание проходной, но взамен отдают чернопольного слона. Как вы догадываетесь, с таким вот решетом по черным полям отдавать мощного слона Ж7 крайне опасно для черного короля. Впрочем, на коне Е6 у черных был интересный ответ Ферзь А5 с идеей где-то разменять Ферзей и не получить мат. В этом случае у черных шансы на ничью, на мой взгляд, сохранялись. Конечно, видно, что компенсация за пешку у белых великолепная, но и шансы на ничью в то же время выглядят вполне реальными. После Ферзь Д6 Глигорьевич тоже в дальнейшем запутался. Слон Ф1 пока что все хорошо, но вот уже здесь можно было запустить коня на Д6. Висит пешка Б7, слабая пешка Д5. Все время надо на каждом ходу считаться с идеей Ж4, что черному Ферзю некуда ходить, по сути. И у белых был просто огромный перевес. Глигорьевич сыграл иначе, очень концептуально, но недостаточно именно по современным меркам. Конь Д4. Впрочем, если бы он сыграл здесь Ж4, у черных были бы большие проблемы. Единственный ход Ферзь Ж5 и после слона Е3 белые выигрывают качество. Есть еще возможность у белых после Ферзь Ж5 разменять Ферзей и поставить слона на Д4 со страшной угрозой Х4 ЖХ Ж5. Слон Д4 тоже неплохой ход, только вот здесь Ж4, несомненно, выигрывала немедленно. Х4, на взятие Ж5. В общем, черные теряют коня и партия быстро заканчивается. Скорее всего, было уже преддверие цитнота и ход от короля. Ходы очень сложные. Светозар предпочел просто разменять ладьи. И в этой позиции у белых тоже, конечно, более чем достаточная компенсация за пешку. Мощный слон такой жирный на Д4. Несомненно, сильнее, чем кони слабая пешка Е6. Слон С6 в данный момент не работает. И, конечно, у белых позиция с очень большим перевесом. Но после ладья Е8, да, может быть, вместо ФЕ еще точнее было сначала загнать ладью на Ф8. Для того, чтобы ферзь проник в лагерь противника. После ладья Е1 железо считает, что перевес белых уменьшился. Ну, король Ж8 и очень сильный ход ушли от противостояния черные со слоном Д4. Слон Е2, ферзь Ж6, слон Д3, конь Е4. Вот тут все прекрасно, но здесь тоже Светозар допустил перестановку ходов. Обязательным было ФЖ. На конь бьет Д2, слон бьет Ж6. Молниеносно заканчивает партию, потому что висит на Х6, на Е6. Поэтому черным приходится играть Х5, получая позицию из партии. Глигорьич сначала взял на Е4. И теперь после ладья Д8, слон связан. Взятие на Х6 невозможно из-за Е3, насколько я понимаю. Там грозит моток на Ж2, висит слон на Д4. То есть неожиданно черный слон, который вот был таким плохим, заработал. И после ферзь Е3, черные тоже должны были оживить. Вместо слабого хода Х5, оживить свои фигуры с взаимными шансами. Слон Д5 защитил обе слабые пешки. Пешка Е готова двинуться вперед. И тогда белый король окажется в матовой сети. А после Х5, Х3, ладья Д5. Увы, позиция черных тяжелейшая. Только требовалось поднять, опять же, очень сильный ход ферзь С1. В позициях с разноцветными слонами, конечно же, важнейшую роль играет возможность создания атаки. Кто создаст атаку, тот и выиграет. Ну, правда, здесь вечный шаг, например, белым вообще гарантирован. Черный король полностью открыт. То есть поиграть белые не рискуют совсем. И единственный шанс спастись у черных, причем очень реальный, был связан с активизацией слона. Обязательно надо было пожертвовать проходную пешку. Ну, перевес все равно у белых. Но черные получают возможность при случае создавать угрозы белому королю. Это очень важно в тяжелофигурных окончаниях с разноцветными слонами. А после ферзь Ф7, ферзь Е5, да, конечно же, надо было возвращаться назад, выпуская короля на Ф7. Ну, то есть Б3, король Ф7. У черных тяжелая позиция. Но белым еще предстоит поработать для победы. По крайней мере, окончание после ферзь Ф6 шаг, хоть и с хорошими шансами на победу, но вот стопроцентной уверенности у меня, например, нет, что оно выигранное. Может быть, вообще не выигрывается, кстати. А какие там? Ферзь бьет Ф6, ЕФ, потом черные Е3 отдадут пешку и встанут слоном по диагонали Б1, Х7. Как только король придет на Б6, слон вернется обратно на Е4. То есть до победы еще очень далеко. Но черные сыграли король Х7 и получили очень симпатичный мат. Такая жертва проходной пешки. То есть мы обращаем внимание здесь на то, что проходная пешка Ж не особо была нужна белым. Так же, как и проходная пешка Е4 при ферзях, ну, совершенно мешается черным фигурам. Вот не было бы пешки на Е4, король ушел бы на это поле, а теперь приходится идти на Ж5. И черные сдались, веду король Х4, ферзь Ф4, шаг, ферзь Ж4 и слоны в 2 ма. Очень такая неплохая партия. Ну и вообще, творчество Глигорища, естественно, для изучения этого варианта, ну, рекомендуется всем. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Спасибо за просмотры, лайки, дизлайки. Жду на тренингах. Субтитры работал DimaTorzok Субтитры работал DimaTorzok